всем привет вы на канале автозвуки и сегодня у нас на обзоре будет бюджетный 1 диновый ресивер от компании gvc модель kdx 165 так как ресивер бюджетный ту и укомплектован он соответствующим образом в комплектацию входит всего лишь две вещи это полушахта для установки а также адаптер с штатной фишки на iso разъем функционал магнитолы также соответствует бюджетному статусу но в данном случае наконец-то в бюджетном сегменте мы получили возможность выбора цвета подсветки причем настроек для подсветки здесь очень много можно даже отдельно настроить например цвет подсветки для кнопок и цвет подсветки для дисплея также магнитола подключается скажем так фарам автомобиля и при включении ближнего света автоматически меняется яркость подсветки что тоже принципе удобно из более полезных возможностей наверное стоит отметить поддержку аудиофайлов флаг с разрешением до 16 бит 48 килогерц а также юсб шник стоком заряда до 1 ампера принципе многие подобные девайсы по сегодняшний день выпускаются стоком заряда пол ампера для зарядки современного смартфона пол ампера это очень мало хотя в принципе время не стоит на месте мне кажется что на сегодняшний день для некоторых девайсов 1 ампер это тоже не очень немного также из бишник можно использовать для прослушивания музыки с android устройств и us устройства естественно в пролете момент с android устройствами мы тоже обязательно проверим чтобы все нормально работала что касается дизайна и эргономики то здесь ничего особенного в принципе мы не увидим да и собственно я давно не встречал какие-нибудь бюджетные ресиверы с интересным дизайном все как-то у всех однообразно и похоже друг на друга механический энкодер двухстрочный дисплей юсб шник спрятан за специальной шторкой и также есть набор кнопок для управления памяти радиостанции отдельная кнопка для выбора источника либо выбора предустановленных настроек эквалайзера стильной стороны у нас разъем под fm антенну одна пара линейных выходов с напряжением два с половиной вольт для подключения например усилителя либо сабвуфера что в принципе является одним и тем же и также фишка куда подключается специальный переходник под iso разъем кстати по поводу сабвуфера у данной модели есть еще одна интересная в то же время спорная возможность производителям предусмотрена возможность подключения сабвуфера не через усилитель и линейный выход а просто к заднему левому каналу то есть к паре вот таких тонюсеньких проводочков предлагается подключить сабвуфер главное чтобы его мощность не превышала 50 ватт поэтому если вы видите в этом какую-то необходимости смысл то в принципе можете использовать эту возможность также здесь есть провод для подключения к штатным кнопкам на руле но подойдет он скажем так автомобилям у которых кнопки работают по резистивной схеме это обычно никому не понятно если выражаться более простым языком то для европейцев тем более немцев эта функция не подойдет для современных корейцев наверное тоже не подойдет и в лучшем случае этой функции можно будет пользоваться на японских автомобилях во всех остальных случаях для подключения любой магнитолы к штатным кнопкам на руле понадобится адаптер рулевого управления теперь что касается настроек и меню здесь принципе достаточно количество настроек для того чтобы подстроить звук под свои предпочтения но скажем так это не аудиофильское устройство это понятно хотя бы по его стоимостью есть предустановленные настройки эквалайзера это те же самые там rock pop классика и так далее легкие настройки эквалайзера то здесь мы просто выбираем уровень сабвуфера уровень низких частот и так далее есть скажем так профессиональный эквалайзер здесь например можно выбрать частоту можно выбрать уровень и можно выбрать ширину полосы но например для высоких частот доступна только возможность выбора частоты и возможность выбора уровня ширина полосы у нас фиксирована также по аудио настройкам у нас есть bass boost тон компенсация для усиления скажем так низких и высоких частот при прослушивании на невысокой громкости уровень сабвуфера можно настроить есть дополнительные настройки сабвуфера включения выключения настройка фазы и так далее ну принципе все настройки стандартные фильтр низких частот фильтр низких частот 55 герц 85 герц 120 герц и еще у нас из аудио настроек естественно есть баланс федер баланс федер собственно говоря это все настройки которые можно будет произвести по звуку также можно отметить функцию digital track expander это фирменная технология gvc которая позволяет восстановить качество там аудио файлов после сжатия до формата mp3 рядом с вкладочкой дисплей нас вкладка цвет здесь мы выбираем цвет подсветки например дисплей у нас будет белая цвет подсветки кнопок будет меняться есть скажем так предустановленные цвета можно выбрать один из 49 вариантов который подходит под цвет подсветки приборной панели и есть еще три режима изменения цвета в таком режиме цвет меняется от одного к другому также у нас есть дневной и ночной режим то есть можно для дневного и ночного режима выбрать разный цвет подсветки как я говорил тут настроек по цвету подсветки по яркости очень много как для бюджетной модели после настроек подсветки у нас идут настройки тюнера здесь как обычно ничего интересного и системной настройки здесь мы можем выбрать включить или выключить звук кнопок но интересная функция это выбор источника например есть источник am которым мы никогда не пользуемся мы его выключаем и например если вы не пользуетесь aux мы его тоже выключаем теперь например когда мы будем просто в режиме прослушивания музыки выбирать источники то будет просто режим fm и если установлена флешка usb мы не будем постоянно пролистывать а.м. и aux который обычно раздражает с этими источниками мы не пользуемся но вынуждены их переключать для того чтобы добраться например с fm источника до usb познакомившись меню девайса я сделал вывод что ресивер kd x165 как для своей стоимости обладают достаточно широким рядом аудио настроек а также настроек которые помогают изменять визуальное оформление магнитола что касается звука то здесь нам наверное придется перейти к проверочному стенду где мы послушаем как играет это магнитола а также разберемся с подключением android устройств прежде чем перейти к андроиду и качеству звука хочется несколько слов сказать о fm тюнере точнее о энергозависимости или независимости памяти сейчас у нас есть несколько сохраненных станций я отключаю магнитол от питания ждем какое-то время затем снова подключаем и смотрим сохранились радиостанции или нет снова подключаем магнитолу к питанию то есть я полностью отключил все питание магнитолы здесь нужно сразу отключить деморежим к сожалению это магнитола не запоминает ну например все радиостанции сохранились то есть память на радиостанции здесь энергонезависимая но не вся память энергонезависимая как вы помните из списка источников мы исключили а м диапазона также аукс после отключения питания эти настройки восстановились таким образом можно сделать вывод что энергонезависимая память непосредственно только для fm радиостанции с подключением android устройств ситуация примерно следующая сама магнитола видит что подключено android устройство и на смартфон установлена программа gvc music play но собственно ряд дальше вот этой ситуации мы двинуться не можем сначала я подумал что делаю что-то не так но затем на официальном сайте gvc прочитал информацию что поддерживается android устройство с версии android от 4 до 7 поэтому с android у нас не сложилось и мы прибегли к помощи старой доброй usb флешки здесь есть несколько аудиофайлов точнее один и тот же аудиофайл в разных форматах сейчас я включу флаг чтобы проверить что магнитола действительно поддерживает флаг но сравнивать звучание этой магнитолы с другими мы будем непосредственно уже на mp3 теперь на той же громкости слушаем mp3 а Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ситуация со звуком или с качеством звука, на мой взгляд, вполне ожидаема. Аналогичные девайсы из такой же ценовой категории, которые производятся другими брендами, на мой взгляд, изготавливаются по одной и той же схеме, на одной и той же схемотехнике. И поэтому качество звука у них плюс-минус одинаковое. Другое дело, различные системы, которые улучшают качество звука, у каждого производителя они свои и они могут вносить какие-то определенные изменения в характер и окрас звучания. Но глобально на качестве звука это не сказывается. Но в любом случае, кому-то нравятся одни девайсы, кому-то другие. Нельзя сказать, что, например, эта магнитола, если сравнивать ее с одноклассниками, по качеству звука будет лучше или хуже. Здесь уже, как говорится, все на любителя. На этом у меня, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok